Шесть месяцев и четыре дня. Столько 25-летняя учительница из Украины Виктория Андруша провела в российском плену. На правозащитной конференции в Берлине девушка с ужасом вспоминает о тех днях. Мне били, то есть, ну, у меня были руки связаны, то есть, в принципе, ты просто слышишь, когда к тебе кто-то подходит, и потом ты уже ощущаешь эти удары. Виктория родилась в селе Старый Быков в Черниговской области. И в первые дни войны вернулась домой, чтобы быть с родителями. Вскоре село заняли российские войска. Я согласилась помочь людям из соответственных органов, которые собирали информацию о перемещении техники. Дома нашли мой мобильный телефон. В нем обнаружили сначала фото, видео, то есть, и у меня уже сразу констатировало, всё, это она, забирай её, пакуй. Викторию забрали в конце марта, прямо из дома, на глазах у родителей. Сказали, что только на допрос. Но потом увезли. Сначала в соседнее село, а затем и на территорию России. Там у нас были завязаны глаза, завязаны руки. Нас везли сначала в одной машине, потом в другой машине. И когда нас везли в другой машине, там уже было и рукоприкладство. Девушка провела несколько недель в лагере для пленных в Глушково. А потом попала в СИЗО в Курске. Её подозревали в шпионаже. Всё это время у Виктории не было связи с родными. То, как с ней обращались, явное нарушение международных соглашений, подписанных в том числе и России, отмечает адвокат Юлия Полехина. С юридической точки зрения идёт нарушение многих статей Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Во-первых, это то, что люди находятся достаточно близко к боевым действиям. И это подвергает их опасности постоянно. Во-вторых, условия содержания, не соответствующие непосредственным требованиям Женевской конвенции. Людей содержат в полной антисанитарии, в переполненных камерах. В-третьих, это не оказание медицинской помощи. А также нарушение прав людей на связь со своими родными. При этом Виктория даже не была военнопленной, отмечает юрист. Ведь непосредственно в военных действиях она не участвовала. Таких гражданских лиц, как она, в российском плену, по разным оценкам, от нескольких сотен до двух тысяч человек. Российские правозащитники пытаются помочь им. Суть нашей работы, на самом деле, в данный момент заключается в чём? В нахождении этих людей, главное. Чтобы мы знали, где они находятся, чтобы Россия подтвердила, что эти люди у неё. Потому что Россия никого не уведомляет о том, когда она задерживает людей. И дальше нам нужно попытаться привлечь внимание к этим людям, обеспечить хотя бы их базовое право на связь с родственниками. Роман предполагает, что россияне могут целенаправленно брать в плен гражданских для дальнейшего обмена их на солдат. Виктория говорит, что её, скорее всего, тоже обменяли. 29 сентября она и ещё пятеро пленных вернулись домой, в Украину. Пока девушка проходит реабилитацию, но уже с нетерпением ждёт возвращения на работу, к своим ученикам. Да, там уже дети все ждут. Я бы приходила к ним туда, в школу, встречались с детьми, все учителя, коллеги, то есть все очень ждут. А российские и украинские правозащитники требуют, чтобы всех гражданских, захваченных в плен в Украине, немедленно освободили без обмена. Продолжение следует...